Полный комплекс. Так специалисты характеризуют находку в Старицком районе ископаемых животных. Среди них и кости таких известных доисторических гигантов, как мамонты. О размере найденных останков, а также об их дальнейшей судьбе рассказывает Роман Быков. Тверская область уже давно известна как место обнаружения останков животных, обитавших на территории региона в Плеистоценовом, ну или в последнем ледниковом периоде. Совсем недавно очередную такую находку сделали в Старицком районе. Как это чаще всего бывает, все произошло случайно. Случайно, да. Дело в том, что когда разрабатывают песчаногравийные карьеры, там вот этот песок вместе с галькой, вместе с гравием, который когда-то ледник принес, и Волга отложила в конце ледникового периода, это все засасывается в трубу и потом сортируется. И вот было вскрыто такое местонахождение, местонахождение костей представителей этой фауны. Среди находок обломки бедренных костей взрослой особи, а также почти целая челюсть молодого мамонта, части бивни, а также фрагменты скелетов шерстистого носорога, овцы быка, оленей. При этом, несмотря на то, что они прошли механическую сортировку карьерной техникой, это довольно крупные объекты. О размерах находок, например, можно говорить вот это. Это первый шейный позвонок мамонта. Посмотрите, какие габариты. То есть, таким образом, были найдены довольно значимые экспонаты, которые тоже пополнят коллекцию нашего Тверского госуниверситета. Конечно, данную находку нельзя назвать совсем уникальной. В нашем регионе было обнаружено довольно много останков представителей фауны ледникового периода. Однако и тут палеонтологам тоже есть чему порадоваться. Интерес вот этой находки, ее, если не уникальность, то важность в том, что здесь мы имеем целый комплекс. Здесь это и мамонты, видимо, это и овцы-быки, это шустистый носорог. Все эти экспонаты будут находиться здесь, в экспозиции биологического факультета, который, как известно, располагается напротив ипподрома. И таким образом, в ближайшей обозримой перспективе, жители города и гости Твери смогут только здесь воочию увидеть останки животных времен Плеиста Цена. Поскольку бог знает, когда откроется наш Тверской Кривейческий музей, у которого коллекция аналогичных экспонатов куда более обширна.